Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает день индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг разных экономик. В первые половины дня будем анализировать аналогичные данные из Германии, Еврозоны и Англии. В 13.45 более интересная статистика только потому, что она американского происхождения. Это индексы PMI производственного сектора и сферы услуг США, отчеты, которые мы будем анализировать как еще одна предпосылка и начать взглянуть на текущее состояние американской экономики и попробовать себе ответить дополнительно, если кому-то это нужно сделать на вопрос, относительно будущих действий Федрезерва, касающихся ключевой процентной ставки. Может быть, даже важнее, до отчета по PMI, до 13.45, в 12.30 по GMT выйдет отчет по перечным заявкам на пособие по безработице. Я могу предположить, что реакция рынка на этот релиз будет выраженной, потому что это все-таки американский рынок труда. Один из столпов, на который ориентируется Федрезерва при принятии решения по ключевой процентной ставке, то есть инфляция и рынок труда. И у нас есть уже опыт, который позволяет говорить, что иногда, когда мы получаем прям совсем аномальные значения по перечным заявкам, которые сильно расходятся с тем, что прогнозируют и ожидают участники рынка, трейдеры могут импульсивно реагировать на этот отчет, что выражается в более интересной и волатильной динамике того же самого американского доллара. Под закрытие торговой сессии в 23.30 по GMT, ну фактически в переходе с торговой сессии четверга на пятницу, будет еще и токийский индекс по потребительским ценам. Тоже важный показатель, потому что мы готовимся с вами к октябрьскому заседанию Банка Японии. От решения Банка Японии, от пресс-конференции, от риторики Уэда будет зависеть уже то, какую стратегию мы дальше будем отстраивать в контексте торговли пары доллара и японской иены. Ну давайте теперь по порядку. Индекс доллара котировки 104.20, картина в целом фундаментально не меняется. Доллар чувствует себя бодро, уверенно, максимальное значение с конца июля и кажется, что прям ничто его уже не остановит. Среди фундамента я много раз уже называл основные причины, это высокие показатели доходности американских облигаций. Трежери сейчас держатся на отметке 4.23%, между прочим июльские максимумы. И чем выше доходность американских облигаций, тем выше привлекательность инвестирования в американскую экономику, что, конечно же, очень важно для многих регионов, стран и институциональных инвесторов. Второй фактор, который оказывает поддержку доллара, замедление темпов снижения ключевой процентной ставки. Но этот фонд мы точно с вами обсуждали, разбирали доли поперек. За последние две недели, я думаю, что не будет ошибкой, если мы скажем, что выступили уже все голосующие члены американского регулятора. И общий тезисный вердикт, который они сделали касательно действий американского регулятора, что ставку нужно снижать умеренными темпами. Ну, мы прекрасно знаем, что ставку нужно снижать. Из-за того, что рынок труда испытывает проблемы, я надеюсь, вы помните, что не нужно делать выводы о том, в каком состоянии находится сектор рынка труда США, только лишь на основании одного хорошего non-farm perils. Опять же, медиана, анализы последние шесть месяцев, покажут вам то, что динамика по созданию количества новых рабочих мест внести с хозяйственного сектора, она больше к нисходящей. И в целом проблема у данного сектора объективно присутствует. Но при этом американский регулятор осознает, что нет какой-то сейчас объективной необходимости агрессивно снижать процветную ставку из-за того, что инфляция, темпы роста инфляции замедлились. И есть даже признаки небольшого усиления инфляционного давления. И пытаясь сохранить баланс, Федрезерв сейчас не пришел ни к чему другому, кроме как замедлить темпы снижения процветной ставки, но при этом дальше внимательно следить за фундаментальным фоном и за макроэкономической статистикой. И третий фактор поддержки доллара – это, конечно же, шансы на победу Трампа. Но здесь я бы уже несколько даже задумался. Потому что если мы сейчас зададимся целью посмотреть, кто же все-таки лидирует, Камала Харрис либо Трамп, то большинство, друзья, общественных опросов, визитполов покажут, что на самом деле Камала Харрис на пару процентов обережает Трампа. Но я думаю, что можно немного округлить и сказать, что наздря в наздрю идут оба кандидата, а мы приближаемся тем самым к именно финальному отрезку этой предвыборной кампании. И будем, конечно же, с особым вниманием наблюдать за тем, кто же в конечном счете займет овальный кабинет. Кстати, по поводу политики Трампа напомню, что его фанатизм в отношении тарифов предполагает введение тарифов на все страны по ставке 20%. 60% тариф в отношении Китая и 100% в отношении тех стран, которые даже подумают просто отказаться от какой-то доли долларов своих валютных резервов. Сегодня выйдет отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Честно говоря, по прогнозам нас ожидают плохие данные. И если не будет сюрпризов, я надеюсь, что хотя бы этот релиз сегодня сможет спровоцировать коррекционный откат американского доллара. Золото 2723 доллара за тройскую унцию. Максимум вчерашней торговой сессии, он же рекордный уровень, 2758. Я, конечно же, эти 8 долларов не забрал, потому что вам также подсвечивал свою торговую активность и ориентировал на то, что 2750 – это моя долгосрочная целевая отметка. И вам тоже рекомендовалось, что после достижения этого уровня уже фиксироваться. Надеюсь, что вы послушали мои рекомендации, потому что после как раз закрепления инструмента выше 2750 последовала коррекция на 50 долларов вниз. И сейчас золото пытается восстановиться, но уже на сомнительных основаниях. Потому что сегодня уже сенсимент указывает на то, что почти 70% трейдеров находится в длинных позициях. Я, друзья, рекомендую не лезть в этот актив. А если вам прям очень хочется поторговать и вам интересна моя точка зрения, я думаю, что вот сейчас уже с большей долей вероятности мы пойдем ниже, чем вернемся к прежнему максимуму. Доллар канадец 1.3825, максимум вчерашней торговой сессии 1.3862. Банк Канады снизил процентную ставку на 50 байсных пунктов, как мы и ожидали, до 3.75. На основании прогресса, ослабления инфляции и на основании слабого рынка труда. Но главное то, что Тиф Маклем допустил, что если картина с инфляцией не изменится, то в декабре ставка может быть снижена снова и, возможно, даже повторно на 50 байсных пунктов. Поэтому мы все правильно делали раньше, покупая валютную пару. Цели 1.391.40 все также актуальны. Доллар-франк тоже без изменений. 0.8660 текущие котировки. Знаем, что Национальный банк Швейцарии заряжен на дальнейшее снижение процентной ставки, хотя он уже трижды снизил ее в этом году до 1%. Но из-за инфляции, постоянного снижения, руки, по сути, развязаны, и пространство для маневров есть. Поэтому цель 0.88 и выше. Доллар-иена 152.30 по поводу ожиданий по токийскому индексу. Инфляции прогнозы предполагают снижение годового показателя с 2.2 до 2.1 и базового с 1.6 до 1.5. Если мы увидим эти цифры, такие показатели, то вероятность ужесточения монетарной политики станет еще ниже. Поэтому, друзья, сейчас пока лучше оставаться в длинных позициях, если вы интересуетесь этой валютной парой, и делать это до заседания Банка Японии на следующей неделе. А в это воскресенье, кстати, состоятся выборы. Но мы знаем, что это чисто формальная тема, потому что Несибу точно станет, по-моему, пример министром. Рынок нефти 75-80 сантимент, 77% в покупках. Делаем акцент на то, что рынок пойдет против толпы. Спрос в Китае в этом году по прогнозам выросли всего лишь на 150 тысяч баррелей. Это худший результат за последние 10 лет. Запасы нефти США выросли на 5,4 миллиона баррелей. Тоже негативный фон для котировок черного золота. Как и раньше, 70 долларов остаются в приоритете. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!